Сегодня мы опять приехали в гости к команде Дангион, взяв с собой около 700 метров веревки для того, чтобы спуститься в подземелье на глубину более 200 метров. Нас ждет множество экшена и узких пролазов, так что в самом начале ролика можете уже поставить лайк, если видео вас заинтриговало. Кстати, ребят, у команды Дангион есть свой ютуб канал, ссылочка на который я оставлю в описании, подписывайтесь, смотрите их видосы. Итак, ребята, смотрите, как мы сейчас спускаемся вниз, у Сереги странного самая большая веревка, 300 метров, и мы сейчас снимем, как он будет с ней спускаться. Для большого мальчика большой видос. Давай, давай, иди большой мальчик. В общем, ребята, мы практически спустились, но самое сложное будет, это то, когда мы вылезем из рудника, у нас уже будет мало сил, мы, короче, потратим реально, я думаю, там много сил, и нам нужно будет со всем снаряжением подниматься туда в гору. Итак, ребята, можно сказать, полчетвертого, на улице уже слегка темнеет, наша вся команда практически в сборе, мы стоим возле залаза, вот у нас залазная дырка, сюда мы будем спускаться на веревке, а веревку крепить будем за вот эти вот деревья. Они не очень толстые, но мы надеемся, что они нас водят. Ну что, ребята, мы уже спустились немножко вниз, вот, короче, прокинули веревки туда вниз, и сейчас будем спускаться вон туда. Ну что, ребята, Коля спускается первым, он уже пошел. Ну да. На полностью, кстати, новой веревке, сейчас будет ее испытывать, и у него вот есть страховка, у нас все безопасно, ребята, не рекомендую за нами повторять, потому что это может быть опасно, но мы профессионалы, мы знаем, что делаем, поэтому у нас все под контролем. Итак, ребята, Коля пошел вниз, там только от него свет видно, сейчас он спустится, и я пойду за ним. Короче, ребята, я уже немножко спустился, вон была точка экзита, и тут у нас дальше Коля пошел первый, он протянул веревку туда, наверное, нам тоже нужно туда двигаться. В общем, я сейчас сюда спущусь и аккуратно пройдусь туда. Не могу снимать сам спуск, так как забыл крепление на голову, в зубах камеру без страховки держать не хочется, потому что если она упадет туда вниз, то я ее, скорее всего, живой уже не достану. В общем, вот наш горизонт, вниз туда Коля уже спускался, сказал, что там тупик. Ну, а мы давайте немножко осмотримся, что есть на этом горизонте. А этот, я точно могу сказать, что это остатки вагонетки. Вот ее остатки, которые купились колеса как раз, то есть это у меня вагонетка как раз. Представьте, ребята, вот этим вагонеткам более 100 лет, чтобы вы понимали, вот это металл. В руках я держу металл. Смотрите, как он просто рассыпается. Ну, если бы да, здесь было бы влага, все было бы куда в худшем состоянии уже давно. Так, дальше мы будем спускаться сюда, насколько я понимаю, да? Здесь есть два варианта. Мы идем или в этот Гайзинг, вот дальше это место я уже не ходил. В прошлый раз, когда я сюда пришел, у нас уже был здесь край веревок, и поэтому дальше я уже не смог пойти. Или вот Гайзинг с таким спуском, где же более-менее, ну, как мы и спускались при тысяче. Или вот есть второй вариант Гайзинг вот такой. Да, можно сюда спускаться. Но мне, честно говоря, больше тот нравится. Они оба, по идее, совместятся. Сейчас дождемся всю нашу команду, и тогда решим, куда мы будем спускаться. Хотя мне, честно говоря, тот больше нравится, потому что там более крутой спуск, более широкий проход, и, мне кажется, там можно будет комфортнее спускаться. Хотя на подъем, конечно же, вот этот горизонт будет куда проще, потому что здесь более такой угол, по которому реально можно идти. Так, румынский спецназ прибыл. Сергей Странный, первый его вообще в жизни спуск. Серега, как твои эмоции от спуска? Мы его тут подстраховывали, он ниже нашего горизонта, в случае чего не уехал бы. Плюс он спускается сразу на двух спусковухах. Тебе нужно по стенке, короче, пробежать к Джеки-чан, понял, вот туда аж. Туда? Да. Пробежаться и зафиксироваться надо. С разбега давай. Ну, или так тоже можно. Ближе к краю, ближе к краю подойди. Можешь рукой даже взяться за тот самый. У тебя буквально два шага. Раз, два, оп, вонача. Умно, все. Румынский спецназ прибыл. Это, кстати, он сам себя назвал румынским спецназом. Это не обзывательство какое-то. Это смело. Ну что, как у тебя эмоции после первого спуска? Слушай, все это спокойно. Я нормально спустился. Только очень долго почему-то. Ну ладно, на первого раза сойдет. Главное, что ты живой остался. Итак, ребята, под землей, конечно же, немножко теплее, нежели на улице, но мы здесь уже немножко подзамерзли. Коля сейчас нам делает вот такой вот чаек. И у нас есть такие вот ништяки, сухпайки украинской армии. Сейчас, короче, будем немножко подкрепляться. Давай снимем распаковку украинского сухпайка. Давай. Забыли, к сожалению, мы сухари с изюмом в машине. Но армейские галеты, в принципе, со жгущёнкой и под чай. Да, со жгущёнкой самый топ. Так, ребята, у нас как раз дальше мы уже не знаем. Неизвестность, опять очередной гэзинг. Сколько метров вниз, мы не знаем. Сейчас туда Серёжа пойдет. У нас с тобой есть химический свет. Сейчас мы его зажжем. И мы, когда Серёжа будет спускаться, и ему будет психологически легче, он будет видеть под собой источник света. Вот так вот мы сейчас его переламываем. Раструшиваем. Сейчас он не будет в свете фонарей сильно виден, но в темноте он очень хорошо будет заметен. И Серёжа будет психологически... Походу, он, блядь, просроченный, Ерошкин. Нормально. Мне психологически будет... Запикать надо. Короче, ребята, очередной спуск вниз. Сюда вниз еще Коля не ходил. Мы не знаем, какой глубины, в общем-то, будет вот эта дыра. Мы сейчас бросим туда вот такой химический свет. Он горит, светится. Ну, он всегда сегодня будет светиться. Коля, он не будет светиться. Он будет светиться, а темноте тебе говорят. Короче, я бросаю химический свет. Он должен светиться, но он не светится. Потому что я просто фонарей. Все, тогда, короче, я бросаю вниз его. Да. Ну, ребята, он летел туда секунды 3-4. Может, он за что-то зацепился. Может, там неглубокая дырка. В общем, погнали в них. Если что, ты, в принципе, очень приятный человек и радовался. Пока. Ага. 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 Сейчас, секунду Ты предлагаешь мне подняться? Ну да. Короче, я тут что-то нашел. Вроде как горизонт. Да, я нашел следующий горизонт. Веревки как раз хватает. Но дальше нужна веревка. Но тут еще ниже можно спускаться. А веревка свободна, следующий может идти. Да, да. Так, ребята, мы видим гнившие, металлические какие-то. Реально это раньше был металл. Оно все загнило, видите, руками просто можно разрушить. Ой, подозреваем, что сюда очень-очень давно не ступала нога человека. Но давайте добавим чуть-чуть цвета и посмотрим, что здесь есть. Так, опять же смотрите, сгнивший металл какой-то. Просто вот смотрите, я ногой это разрушил. Не будем доламывать. Ну и, в принципе, ребята, тут... Тупик. Тупик. А не, не тупик. Туда можно идти дальше. У меня, ребята, есть с собой вейп для того, чтобы проверить, есть ли здесь воздух. Потому что, если воздух здесь стоящий, то, блин, здесь можно задохнуться будет. Давайте я сейчас сделаю затяжку и мы посмотрим, если пар куда-то уходит, значит тяга есть. В принципе, как таковой тяги особой нету. Но, я думаю, если не долго, мы можем с вами пройтись туда вперед и посмотреть, что там будет. Блять, страшно туда идти, я вам скажу. Давайте я сейчас подожду кого-то, чтобы кто-то пошел со мной для подстраховки на всякий случай. Будем идти на расстоянии каком-то, не знаю, метров 20 хотя бы. Если, допустим, когда я занимался когда-то руфингом, там я еще мог как-то рассчитывать на свои силы. Здесь же просто нужно на пангернека рассчитывать, чтобы он нас выпустил отсюда и с вот этим местом ничего не произошло. Это такой, знаете, вымышленный мистический персонаж. Но у шахтеров там есть свой типа пангернек, ну не пангернек, он как-то по-другому называется. А именно здесь, где руду добывают. Короче, там есть какие-то различия, это Коля в этом разбирается. Но это как бы такой типа дух, знаете, как вот там кто-то в бога верит, кто-то еще в что-то. Вот те, кто под землей, они верят в таких персонажей. А вот здесь тяга есть, видите? Пока следующий человек спускается, я немножко отойду сюда, чтоб меня не засыпало камнями. Вот это все, что вокруг, такое красное, это железная руда. А вот здесь что-то такое желтое, как будто, знаете, она как-то окислилась или что. Короче, здесь, ребята, я нашел вот такую вот обертку от вафлей украинских. И я решил на ней посмотреть срок годности, чтоб понять, как давно здесь были люди, которые оставили вот эти вафли. Здесь написано 23.01.19. Я так понимаю, это дата производства. И 22.07.19, то есть 19-й год, это как бы по какое они годны. То есть, в принципе, в 2019 году здесь кто-то был. Но мы думали, что мы здесь за последнее множество лет первые. Все, Коля пошел на мясо первый. Туда, куда мне страшно было идти. Он идет первый. Ему, наверное, следовало бы скинуть рюкзак и без него идти. Хорошо, наверное, спасибо. Будет легче. Оставляем его здесь. Пойдем? Пойдем. Давай идти на расстояние, на всякий случай. Потому что реально сцикотно. Сережа, дистанция метров 15. Смотри, если вдруг будет мертвый воздух, я его хопану, да? Упаду. Ты набираешь в себя воздуха, понятно? Здесь же дыхание. Подбегаешь, меня вытаскиваешь. И со всего маху, если я не дышу, и так бьешь мне руку в грудь, понял? Сильно, со всего маху. Я понял. Ну, я думаю, что здесь вентиляция воздуха. Ну, я здесь дым пускал, он стоял на месте, в принципе. Да. Ну, там, вряд ли, вентиляция воздуха более не плохая. Так, ребята, Коля пошел вперед и следует. Я буду идти за ним и все то же самое смотреть расстояние. Вы слышали, в принципе, для чего держать. Чтобы мы просто здесь, в случае чего, оба не откинулись. Смотрите, ребята, здесь уже сверху немножко влажно, где-то подтекает вода сверху. Возможно, даже здесь когда-то... Возможно, даже очень скоро будет какой-то обвал, раз вода сюда попадает. Не знаю, чем я руководствуюсь, но мне почему-то кажется, раз вода подтекает, значит, может быть обвал. Коля, я кое-что нашел. Там еще можно, ребята, вверх подниматься, и туда есть какой-то туннель. Я нашел ход еще тут. Вверх, правда. Интересное. Тяжеловато дышать тут, я уже чувствую. Смотри. И туда, понял, вот так вверх над нами. Ты отсюда не увидишь, понял? Это тот Гэйзен, который мы... Запомнишь, что мы думали еще? А, точно, это он. Он бы нас сюда же привел. Да, он совместился... Слушай, тяжело дышать, я чувствую здесь. Не, нормально. Это тяжело дышать просто от вот этих вот белых испарений. Так, я честно что-то не в восторге. Коля, чуть-чуть подубавь темп, пожалуйста. Чтоб я тебя видел. Так. Вот еще такой... Ух ты шо! Смотрите, ребята, какой валун упал и заткнул. Вот это, короче, металлический швеллер, походу, какой-то был. Или балка металлическая, или труба какая-то. Здесь, походу, был обвал. И вот этот валун, он, получается, заткнул вот эту дырку. Зрелище, конечно, такое себе. Что ты там нашел? Здесь маленькие мышки живые. Летучие? Да, летучие мышки живые. Сейчас меньше, меньше, меньше света. Меньше света. Меньше света. Меньше света. Крупный план. Мышки. Не в глаза, не в глаза, не в глаза, не в глаза. Я не в глаза, просто. Не в глаза. Чтоб они в свете были. Так, это хорошо. Это хорошо. Я думаю, что воздух есть. Кстати, сверху, смотрите, ребята, тоже валуны такие заткнули. Все. Мышка пролетела. Уходим. Это мама пришла. Это мама сейчас... Даст люлей. Короче, ребята. Серега странный. Решил пойти на мясо. В ту щель. Интересно. Он самый молодой. Ему терять нечего, короче. Его не жалко, поэтому... Ну да. Он лезет. Можете поддержать его лайком под этим видео. Знаешь, это дух его антюризма. Потому что я такое только на видео видел. А интересно, что там дальше? И вообще, сегодня он такой первый глубокий подземный опыт получил. Все, ребята. Серега полез. Старайся на этих самых, на носочках двигаться. Понял? На носочках, да. Носочкой помогай себе, да. Сейчас мы узнаем, худенькие или нет. Опа. Так, аустрофобии у меня походу нет. Руки в пикот протягиваем. Да, да, да. Итак, Сережа сейчас исполняет элемент рождения диггера. Ну что, ребята. Я уже залез в вот эту вот щельку. Она кажется такой большой. Но она, на самом деле, не очень большая. А мне кажется большой. Да, даже Серега, он немного похудее меня. С трудом пролез. В общем, туда еще можно дальше лезть. Здесь лежат какие-то рельсы погнутые. Бревна. Колеса остатки. Колеса от вагонетки сгнившей. И вон, кстати, нашли какой-то хабар. Это называется шахтный самоспасатель. Индивидуально, как каждому шахтеру, он выдается такое устройство. Это уже устаревшее. Сейчас оно есть поновее уже у горняков. И, по-моему, полчаса, если не ошибаюсь, человек может дышать воздухом через этот самоспасатель. Как раз в случае такой аварийной ситуации в шахте. Ну что, ребята, я сейчас иду ниже. И прежде, чем идти ниже, мне нужно будет вот эти бревна сейчас ногами столкнуть туда вниз, чтобы они упали вниз, когда я сверху, а не тогда, когда я буду снизу, и они будут падать на меня. Ну что, давайте делать дестрой. Проход практически чист. Короче, ребята, спускался, спускался я, и смотрите, сколько здесь мусора. В принципе, здесь тот мусор, который я сбрасывал, и здесь еще дополнительно куча другого мусора. Сейчас, для того, чтобы спуститься ниже, нам нужно немного расчистить вот этот проход. Я, честно, не знаю, получится ли у меня, но я сделаю все для того, чтобы это сейчас расчистить. То есть, мало того, что это надо расчистить, это нужно протолкать вниз. То есть, нельзя вот так оставлять вот это, потому что мы будем идти вниз, и оно может упасть нам на голову. Это будет достаточно больно. Поэтому все нужно проталкивать каким-то образом в самый-самый низ. В общем, ребят, сейчас Коля спустится ко мне, и мы тут вместе будем расчищать. Потому что, мне кажется, я вот этот детс буду сам очень долго расчищать. Узкий становится проход, и много мусор. Значит, ну, тут объемный большой работы, объем. Обращались этот мусор. Ну, я вижу такую щель, и принимаю такое рискованное решение. Аккуратненько туда протиснуться без рюкзака, ну, застрахованным. И убедиться, что там или край рудника, или горизонт. Если там край рудника, то наша миссия выполнена. Нам не нужно это все. Ну, здесь очень реально такая жесткая тяга воздуха. А здесь, возможно, вообще где-то дырка даже на улицу. Ну, знаешь, те что, ребят, я вот, вообще, мне не нравится эта идея. Потому что, если он сейчас будет туда лезть, и вот этот мусор посыпется на него, будет, во-первых, больно, а во-вторых, я буду долго тебя раскапывать. Ну, мусор, по идее, не будет больно, потому что мусор ветхий весь. Блять, ну эти колоды тяжелые, я тебе скажу. Короче, ребята, ссылка на канал этого сумасшедшего человека в описании. Подписывайтесь, если вам интересно. Я, ребята, не знаю, что им сейчас руководит, но давайте ему за смелость поставим лайк. Жажда к исследованию. Что же там за тем поважением? Честно, я тоже могу туда спуститься, но, блять, я понимаю, что вот этот мусор, он от меня вообще никак не зависит. Я не хотел бы, чтобы меня он реально привалил сейчас. Горизонт, да? Есть куда идти? Оставайся пока. Может, ты пока почистишь мусор как-то там? Не надо мусор чистить, но ты сам. Я понял, ну все, ребят, пару метров не хватило до горизонта. В принципе, Коля пока что жив-здоров, я очень рад за него. Ну, я вам скажу, ребята, по правде, ну, нафиг. Такие спуски под землю, это, конечно, весело, но во всем должна быть какая-то мера. Короче, ребята, Коля меня убедил спускаться вниз. Честно, я вообще не в восторге от этой затеи. Это очень дурацкая идея. Но он меня убедил, там есть еще горизонт, есть куда спускаться вниз. Короче, я пошел к поле. Блять, я надеюсь, что все будет хорошо. Вот здесь без матюка реально даже не скажешь. Так, чувствую, усиливается тяга ветра. Я вот так разверну камеру, ребята. Вы, наверное, чувствуете, как ветер дует в микрофон. Короче, бляха-муха. Я надеюсь, это все не завалится сейчас. Если это видео не наберет 50 тысяч лайков, блин, я не знаю, что я, насколько сильно я расстроюсь, ребята. Очень сильно рискуем, спускаясь в эту жопу мира. А, блядь, живые доски подо мной. А, ай. Фу, кам. А, блядь, засушился. Не Рожкин, блядь, ты конченый человек. Да на него нигде. Ты дурень, блин. Слышите, какая тяга ветра. Что, пошли, бляха-муха. Я не знаю, как он меня уговорил, ребята. Но, бляха-муха. Вот такая вот почва, как у нас под ногами, видишь? Такая уже, как в пустыне. Это, по нашему опыту, такая самая крайняя, самая низкая точка рудника уже. Это потому, что в воде ниже некуда спускаться. Некуда спускаться, да. Поэтому вот такая уже, она то немножечко сюда протекает, то пересыхает сильно уже. И вот так почва, как в пустыне, трескается тоже. Но, видишь, еще, возможен еще рудоспуск такой, глухой. То есть, я думаю, что горизонт, 90% что-то, горизонт уже крайний. Но, рудоспуски такие еще, глухие какие-то гайзинки вниз разведательные, они еще могут быть. Поэтому, конечно, нам для нашей цели, чтобы оказаться в самой низкой точке, надо постараться, как минимум, в один такой гайзинг еще спуститься, и понять, он глухой или нет. По идее, он должен быть глухой. Почти, кстати, в конце. Пирожкин. Короче, ребята, Коля спустился еще ниже и нашел горизонт, говорит. Сейчас он его исследует, если там что-то есть, я тоже спускаюсь к нему. Если там все, финиш, тупик, тогда мы возвращаемся наверх. Вот у нас есть рация, она, понятное дело, здесь под землей не работает, но на предыдущем горизонте ребята стоят с второй рацией, и мы с ними на связи, каждые 15 минут отчитываемся, все ли с нами хорошо, живы ли мы, здоровы ли мы. В прошлый раз на связь мы выходили в 9.00, следующий сеанс связи у нас в 9.15. Идем на следующий горизонт, будем без связи. Следующий прием связи через полчаса в 21.40. 21.40 принял, плюс. Ну все, ребята. Дальше понимаете, ребята находятся за этой дыркой по туннелю вверх, камера, говорю, рация бьет. Сейчас мы спустимся сюда вниз. Возможно... Дальше, прием. Да. 21.45, вы не выходите на связь. Начинаем бить тревогу, прием. Понял. Все, ребята. Есть у нас, короче, 30 минут. Через 35 минут уже будут бить пацаны тревогу. Поэтому не теряем ни минуты. Вставляем радиостанцию здесь, потому что там уже как бы все. Оля. Оля. Ребята, такое чувство, что маняет газом. Оля. Сука Ребята, может я себя накручиваю, конечно Но запахи тут далеко не самые приятные Вон и вижу свет Коля Все хорошо? Короче, он что-то говорит Ух ты Стремная конструкция Давайте пройдем под ней Я рад, что с Колей все хорошо Потому что он уже тут около 5, может 7 минут находится Неудобно так бежать Здесь все, мое железо висит Но, движемся Фух, здесь, кстати, тоже такая вот Такой грунт Трещина, как говорит о том, что Если не то была финишная точка То, возможно, это Что? Да, это дно Это дно или снизу еще постучать могут? На все гроши, братья, пошли Фух, все так и делали Здесь, кстати, газом воняет Я только начал спускаться, как будто газом воняет Да, 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 я тоже испугался Я, блядь, испугался за тебя Кричу где-то Я уже просто не мог, ребята, знаете Не мог остановиться Больной человек Я же говорю, больной человек Я уже понимал, что я рискую Мы там, честно говоря На видео кое-что не показали Мы Ну, это уже была работа Непрофессионалов Я, ребята, говорил Коле Что некоторые моменты Нужно оставить за кадром Потому что в будущем Мы не сможем сказать Что работают профессионалы Но в целом, как бы Мы старались максимально с умом Ко всему подойти Что, пошли, в конец Тупик есть? Да Но тем не менее Давайте быстрее Потому что воздух Я нашел артефакт Смотри, что там сохранишься Шаший фонарь В самой, в самой, в самой тупо Крайней точке лежал Заберу его наверх Тоже вместе с колесом Вот просто Вот, знаете Как уже Напоминание Как воспоминание о том Что, что-таки надо Надо Через себя перешагнуть Еще один рубеж Еще немножечко Еще чуть-чуть И откроется И будет, будет достижение Будет победа И вот, как раз Это такое будет Мое напоминание Когда я Не испугался Когда я риснул Когда я пошел через себя Хотя уже сам Сомневался Коля, блестящая Мотивирующая речь Но мне кажется Ты задышался газом Давай быстрее Идем в тупик И возвращаемся обратно Потому что Там вон тупик Там вон тупик Ну, вообще, дойдем уже его Давайте я посвечу Бля, у меня уже В турборежиме фонарик Не хочет светить Видимо, подсел Немножко аккумулятор Аналогично Но у меня есть Резервный фонарик С полностью заряженным Аккумулятором Смотрите, под ногами Еще есть рельсы То есть, охотники За металлом Сюда не добрались Я думаю Никакие больше Больные ублюдки Под тот мусор Не полезут Только мы полезли Я надеюсь Вы за это Поддержите нас лайком Кстати Таких лопат Я давно очень не видел Кстати, тоже Это старая лопата Шахтная Вот Тоже, в принципе Музей бы какой-то Я с удовольствием взял бы Ну, может Так, ребята Тупик И Это круто Мы можем здесь Что-то оставить Для герняка И уходить отсюда Потому что Потому что Потому что Реально Стремно Ну, а дальше У меня, ребята Сел фонарик И еще очень долго Светил с мощностью Один люмен Этого, в принципе Достаточно было Для того, чтобы вылезть Дорога назад была Скучная Длинная Вылезли мы Аж в 12 ночи Так что Такая вот Незаконченная Концовка Этого видеоролика Напомню Если он вам понравился Можете поставить лайк И обязательно Напишите что-то В комментарии Хотя бы пару слов Субтитры создавал DimaTorzok